Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали троих участников группы, подозреваемых в разбойных нападениях. По версии следствия, молодые люди заманивали своих жертв якобы на свидание с девушкой, а затем нападали, избивали и отбирали ценности. По имеющейся информации, 18-летний житель города Москвы в одном из мессенджеров познакомился с девушкой, с которой договорился встретиться в селе Булатниково Ленинского городского округа. Однако, вместо новой знакомой на свидание пришли трое злоумышленников. Молодого человека избили, отобрали телефон, а с его банковского счета вскоре пропали 7 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали троих нападавших в возрасте 21-22 лет. А задержанного за что? При обыске у одного из них был обнаружен похищенный мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Телефон как у тебя оказался? Ну, сказал он, что возьми телефон его. Возьмешь? Да. Ну, чтобы не пользовался ничем. И вот я просто... Потом сказал, найдешь. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность двоих подозреваемых к совершению аналогичного преступления на территории округа. Только в этом случае, не обнаружив денег у 24-летнего москвича, злоумышленники оформили на него через онлайн-банк два микрозайма на сумму более 10 тысяч рублей, а затем перевели деньги на свой счет. Они как бы просто сказали, что, типа, ну, если я открываю свой спербанк, вот, я такой, типа, ну, я не буду открывать спербанк. А где именно? На телефоне? На телефоне, да. И я, все-таки, меня заставили насильно, то есть, вот, человек сказал, что вот ты опять сопротивляешься, меня побило опять, то есть, он сперва ножом пристал ко мне, вот, к лаузу. Видновским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности правонарушителей к совершению аналогичных преступлений.